Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно, 29 октября, я был на встрече с Сергеем Хистановым в открытии брокеров, в которой он представлял свою новую стратегию Wall Street по торговле акциями на международном фондовом рынке. Эта стратегия дает по данным прошлых периодов за 7 лет 13% годовых доходность в валюте в среднем. Данные немножечко я покажу. И я обещал рассказать об этой встрече и об этой стратегии. И вот данное видео посвящено этому. Ну, на самом деле, впечатления какие? Смотрите, Сергей Хистанов, он ведущий специалист в открытии брокера, занимает весьма-весьма высокий пост. Вот. И не зря впечатления такие. За 40 минут он рассказал столько, что я просто, ну, во-первых, это невозможно пересказать всего, что он сказал. Умнейший человек. Он просто вот как на пальцах разложил вот то, что хотел сказать. За 40 минут огромный объем информации дал. Это надо было просто видеть, надо было присутствовать действительно. Пересказать это будет мне очень-очень сложно. Вот. Но я постараюсь сейчас вкратце то, насколько я понял, вот эту стратегию рассказать. Итак, стратегия Wall Street. Она разработана как раз под руководством Сергея Хистанова. Там целая группа трудилась. Вот. Они обсуждали очень долго и активно все, что они хотят, так сказать, ну, алгоритмы действия. Это алгоритмическая стратегия. То есть там робот работает. То есть программа, которая отбирает те акции, которые надо покупать и продавать. И дает рекомендации по покупке-продаже. Смотрите. Ну, во-первых, обоснование. Трудности российской экономики. Смотрите. Рост ВВП России замедляется, иногда уходя в минус. Видим. С этого он начал. Валюта. Ну, валюта мы знаем, что доллар как-то постепенно растет. Есть периоды стабильности. Но если в целом посмотреть с 1995 года, то понятно, что, значит, основной тренд на рост. Вот. И в 2000, вот, ну, вот здесь был рост, вы знаете, в 2014 году, когда в два раза буквально вырос курс доллара по отношению к рублю. Потом, соответственно, доллар упал, устаканилось все. Был какой-то период стабилизации. Сейчас, ну, сейчас неизвестно, что будет. Торговая идея. В наше поле зрения попадают имитенты из индекса S&P 500. Динамически растущая клиентская база – это главное. Стабильный рост финансовых показателей. В первую очередь выручка, естественно, компаний. Компании высоколиквидные обязательно. С высокой капитализацией тоже обязательно. При открытии позиции сразу определяется цена открытия позиции, уровень стоп-лосс, уровень фиксации убытков и уровень фиксации прибыли, тейк-профит. Сразу устанавливается, сразу дается. Значит, цена открытия, тейк-профит и стоп-лосс, стоп-лимит. Нереализованные торговые идеи принудительно закрываются в конце года. Ну, я думаю, что это связано с отчетностью. Игнорируются компании, акции которых торгуются ниже цены на начало года. То есть, ну, вот так. Такое условие стратегии они так разрабатывали. Торговая статистика. Посмотрите, как рос в последнее время индекс S&P 500. Вот. И сейчас мы наблюдаем очень резкое падение индекса S&P 500. Но что такое падение? Посмотрите, вот он достиг максимума. И да, было падение. Но падение, вот, в пределах это, можно ли назвать падением, это коррекция. Он говорит, что это коррекция. На чем основаны эти суждения? Посмотрите следующий график. Вот. Ну, Сергей сказал, что этот график немножечко делался в торопях. Вот. Но вот эта вот белая линия с синим нижним фоном – это рост, насколько я помню, ВВП. Да, рост американского, ну, капитализации американского рынка. Вот. А желтая линия – это ключевая ставка. Вот. И вот очень долго ключевая ставка, то есть ставка рефинансирования, как бы вот эта вот ставка ФРС, она была на минимальном уровне 0,25%. Что это значит? Это значит, что ФРС давала деньги в долг практически бесплатно 0,25% годовых в экономику. И сейчас постепенно ФРС начинает повышать ключевую ставку, повышать ключевую ставку. Но, посмотрите, повышение ключевой ставки все равно отстает от уровня роста капитализации рынка. То есть ключевая ставка до сих пор финансирует, то есть деньги до сих пор в Америке дешевые. Это значит, что ФРС дает деньги дешевле, чем рост американского рынка. То есть рост будет продолжаться. Вот он дает вывод тот, что рост будет продолжаться. Посмотрите, когда ключевая ставка была значительно выше, она практически всегда была выше, чем рост экономики. То есть деньги были дорогие. Сейчас, потом, когда наблюдалось очень резкое падение основных показателей американского рынка, то американцы очень резко снизили ключевую ставку, дали дешевые деньги в экономику. Экономика начала расти. Они долго держали эти деньги. Он говорит, для чего они держали? Для того, чтобы компании успели накопить жирок и расплатиться с долгами. Вот в этот вот период они должны были расплатиться с долгами. Они это сделали. Потом ставку начали потихонечку поднимать. Но все равно ставка поднималась ниже, чем рост капитализации рынка. Поэтому он ожидает, что по крайней мере один, полтора, два года. Ну, весьма вероятный сценарий это два года. Весьма вероятный сценарий два года. Возможно, продлится три года. Вот период такой нормальный, благоприятный. Но, возможно, и год. Но год-то вроде как должен быть. Ну, какие типы кривых эквити, я не буду на этом останавливаться. Значит, он об этом рассказывал. Вот та стратегия, которую он представил. Она тестировалась на данных за последние семь лет. Из них шесть лет это исторические данные. То есть они разрабатывали и на исторических данных, на том, что уже было, прогоняли неоднократно эту стратегию с различными таймфреймами, с различными параметрами. Тестировали ее на выпадение данных. Как эта стратегия будет реагировать, если убрать 15% данных. То есть выбросить. Вот. Стратегия должна давать все равно такой же примерно стабильный результат. Вот. И в результате этого тестирования они определили оптимальные параметры. В течение шести лет это шесть лет исторических данных. Год тестировали на реальных данных. То есть просто поставили эту стратегию и заставили этого робота торговать в течение года, не представляя данные широкой публики. И спустя год тестирования уже в реальном режиме, они представляют эту стратегию вот публике. В каком виде? Смотрите. Инструменты акций, входящие в индекс S&P 500, я уже сказал. Валюта доллар США. Порог входа 10 тысяч долларов. На самом деле порог входа он не такой принципиальный, потому что стратегия будет работать и при меньших суммах. И эта идея будет работать при меньших суммах. Но процент соответствия будет хуже. Чем больше денег, тем больше процент соответствия. Это понятно, потому что там некоторые акции, например, Амазон, они больше тысячи долларов за штуку. Соответственно, там невозможно будет при таком соотношении стопроцентное соответствие. Будет плюс-минус, ну, скажем, при 5 тысячах долларах там будет процентов 80 соответствия стратегии. Но это возможно. Средняя годовая доходность 13,1% годовых. Ну, что это значит? Это значит, что средняя, потому что максимальная мы сейчас увидим, была 37% годовых в валюте. Минимальная, насколько я помню, минус 1,4% мы сейчас это увидим. Максимальная просадка 21,8%. Что это такое? Это просадка от локального максимума до локального минимума. 21,8%. Это не годовых. Это от локального максимума до локального минимума. Рекомендуемый срок инвестирования от одного года. Понятно, что там должна набраться статистика. В районе 60 сделок за год делается. Вот, и коэффициент шарпа, кто знает, что это такое. 1,14. Ну, вот он и говорит о многом, на самом деле. Коэффициент шарпа. Посмотрите, что это такое. Доходность стратегии по годам. Посмотрите, в 2008 году это год кризиса бешеного. Минус 1,4%. Это минимум. Максимум в 2013 году, когда все было офигительно хорошо, 37,4%. Он рассчитывает, что будет не хорошо, не плохо. Будет как-то средненько в районе 13%. И вот с 2005 года по 2017 включительно, в среднем доходность получилась 13,1% годовых. То есть, если будет так вот более-менее болтаться, ну, ожидаемо где-то вот 13, там, 15% годовых. Но гарантий никаких нет, естественно. Так. Торговая статистика. Ну, здесь текущее, судя по всему, состояние данного портфеля. Вы можете посмотреть, что это за компания. Apple Incorporated. Ну, понятно, значит, компания Apple. China Biologic Products Holding. Это китайская компания, которая торгуется на американской рынке. Chipotle American Grill. Не знаю, что такое. Illumina, не знаю. Micron Technology. Ну, это самая популярная компания на фондовом рынке Америки. Они там, так сказать, растут активно. Netflix, Nvidia Corporation. Это компании, которые просто вот лидеры в торговле. Вот. Ultra Beauty Incorporated. Это компания такая не очень известная. Но вот выбрали такую, потому что у нее по параметрам все хорошо. Вот. Ну, прибыльных сделок 32. 32 процента. Соответственно, 68 процентов убыточных сделок. Но Сергей Хистанов говорит следующее, что стоп-лимиты ставятся в районе, ну, и тейк профит, и так, что стоп-лимит это небольшой диапазон. То есть, убытки фиксируются, если акции начинают падать на небольшую величину. Прибыль фиксируется, если рост акций достаточно большой. Поэтому прибыльных сделок мало, но прибыль от них очень высокая. И это компенсирует количество больших убыточных сделок. Вот. Ну, то есть, надо говорить среднегодовую доходность. Среднегодовая доходность рассчитана, естественно, с учетом всех комиссий и налогов. Вот. Вот, собственно, все. Как работает данная стратегия? Данная стратегия пока еще не работает в автоматическом режиме. Если мы подписываемся с вами на эту стратегию, то мы заключаем отдельное соглашение через открытие брокера. То есть, требуется, насколько я понимаю, личный визит в открытие брокера. Мы подписываемся на эту стратегию, пополняем счет, который у нас будет отдельный счет на это дело. И после того, как мы пополним счет, нам на телефон будут приходить идеи от открытия брокера, от данной стратегии. Идеи посылает робот, который определяет момент входа и момент выхода. Вот. Значит, сообщения будут в таком виде. Стратегия Wall Street. Покупка. И покупка Apple. Это значит купить акции корпорации Apple. Там и син-код бумаги. На 15% от портфеля. По цене 221 доллар за акцию. На закрытие заявок такие же сообщения будут приходить. Что продать акции такие-то по такой цене. Если зафиксировать убытки минимальные. Что делать после этих сообщений? Надо самостоятельно входить в КВИК на рынок соответствующий. Все акции, которые там будут представлены, они доступны на площадке СПБ. То есть без дополнительных плат. Либо если у вас есть доступ на международный фондовый рынок уже там, в Нью-Йорке. Ну там от больших сумм, естественно, то можно непосредственно на бирже глобальной делать это. То есть и на той, и на другой площадке это возможно. Ну на глобальной площадке там, ну минимум надо иметь вообще 10 тысяч долларов. Там уже принципиально это потому, что комиссия за вывод с той площадки 30 долларов. Потому что мы реально выводим деньги из Америки. Потому что они реально находятся в Америке. На площадке СПБ деньги в Америке, ну деньги находятся на площадке СПБ. И акции покупаются через брокера. Сколько это стоит? 0 рублей. То есть никаких дополнительных плат пока не берется. Если вы войдете в эту стратегию до конца этого года. Пока это работает в таком режиме, никаких дополнительных плат не берется. Чисто мы подписываемся на эту стратегию. Мы выполняем сделки самостоятельно. Поэтому повышенной комиссии тоже нет. Сейчас открытие разрабатывает вариант, как это сделать так, чтобы... Ну как модельный портфель, чтобы нажимаем кнопочку и сделки исполняются. Тогда, после того, как это будет сделано, будет введена дополнительная плата, дополнительная комиссия. Сейчас никаких комиссий нет. Вот такая стратегия. Обеспечивает диверсификацию инвестиций по рынкам и валютам. Соответственно в долларах. Средняя доходность, как я сказал, 13% годовых в валюте. Ну, собственно говоря, все. Итак, вот та стратегия, о которой говорил Сергей Хистанов, который представил, я вкратце рассказал. Как к ней подключиться, пожалуйста, обращайтесь либо ко мне, либо непосредственно к Максиму, кто уже знаком с ним, кто уже подписывался на мои курсы. Там у нас есть общий чат, он там присутствует. Можно к нему непосредственно лично обратиться. Но нужен визит к брокеру, я уже сказал. Очень хорошая стратегия. Рекомендую. Сам я подписываюсь и буду держать вас в курсе. Ну и традиционно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Пока.